приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы вот какой сегодня хороший день замечательный еще 22 вечером я вот вот эти инжирины инжирные веточки черенковала у нас еще не было созревших плодов инжира на наших вот инжирах и вот сегодня уже 24 августа и вдруг вот такая радость начинает созревать сейчас я вот эту веточку тоже вот созревать инжиры вот как показать их вот они замечательно набираются причем я чем почему хочу и снимаю это видео тема очень интересная и важная в некоторых источниках идет речь о том что инжир летом поливать не надо что насыпается так вот я скажу снова же такую вещь которая противоречит этим утверждением инжир надо поливать и особенно летом если сильная жара и если много вот таких дней очень жарких и осадков практически у нас только один дождь был летом вот такой замечательный хороший выдал нам месячную норму и все так вот я вот эти три дерева которые здесь три кустарника инжира поливала и он начал созревать а сейчас подойдем к двум еще кустарникам там я не поливала и мы увидим разницу потому что просто говорить и утверждать что вот это хорошо это плохо это одно а вот на практике увидеть это совсем другое ну а вот у нас вот это кустарник инжира я не поливала так как советуется но вот что мы имеем мы имеем мелкие плоды и здесь еще очень долго будет идти процесс созревания видите они вот мелкие вот они меленькие плоды а там на дереве уже идет созревание и уже первые плоды очень вкусные очень сладкие поэтому вопрос полива инжира очень важный мало того я те деревья те кустарники которые мы показывали вот те кто уже сегодня созревают у них урожай вот на них к ним я еще и полив с подкормкой сделала причем зеленым удобрением где-то но неделю назад вот сделала такую подкормку и месяц назад подкормку зеленым удобрением больше других удобрений я не использовала зеленые удобрения это уникальная вещь где в них есть буквально все микро макроэлементы необходимые для того чтобы растение нормально развивалась и завязывала плоды и также эти плоды выращивала для нас для того чтобы они были вкусные поэтому инжиры юг украины как раз у нас одесская область мы поливаем и обязательно в жаркие дни еще и подкормку делаем плюс уход еще обязательно вот в этом году он чистый у нас было две подкормки против вредителей против инжирной огневки но и видимо если какие-то и другие вредители прилетали они также были уничтожены бактериями с карада м тема очень важная тема очень интересная тоже эксперимент вот показывает нам показывает сами растения что хорошо чтобы был постоянный уход если нет воды если нет питания то и результат естественно будет плохой раиса горяченко александр волик сегодня показали свои инжиры которые уже созревают и которые еще только в стадии нарастания плодов и вот те что поливали подкармливаю и те что не поливали не подкармливаю разница ощутимая поэтому поливаем подкармливаем питаем наши растения для того чтобы получать хороший урожай инжира всего вам самого доброго удачи вам мира и добра и